Привет! У нас урок живописи и продолжаем тему вкуснятины. Сегодня мы будем рисовать с вами два пончика. У нас это назывались пончики, сейчас это называется донат. Вот называется так, как вам хочется, да? У меня это в детстве называлось пончики. Смотрите, у нас будут два таких очень сочных, таких горячих. Вот этот один будет покрыт шоколадом у нас. Сейчас я этот шоколадик сразу, не забывайте, что он такой кругленький. Я его сделаю из двух частей, вот так вот. Смотрите, как это рисуется. Овал, да? Нарисовали, а еще один овал. Вот у нас вот эта плюшка сформировалась. И вот он еще один овал. Видите, три овальчика. Вот здесь посредине у нас будет отверстие, да? Вот эту часть мы потом сделаем. А теперь отсюда спускаем шоколадик. Шоколадик у нас кругленько вот так вот спускается. Вот там вот есть такая тоже штука. Вот мы можем даже вот сюда вот так вот его разлить немножечко, да? Отсюда опять. Раз, два и опять вот можем и здесь его разлить, этот шоколад. Пусть его прям будет много, да? Пусть эта часть будет хорошая. Так. Потом мы набросаем сюда вот этих вот украшений кулинарных, вкусных. И будет вообще красота. Вот этих вот, знаете, пом-пом-пом таких штучек. Ну, до них дойдем. Нарисуем еще один, чтобы нашему одному было не так скучно. Этот будет в такой розовой помадке. Ну, чтобы они вообще такие два красавчика, один в розовой помадке, второй в шоколадном. Этот тоже овальный, он будет у нас перекрывать верхний. Вот видите, то, что перекрывается, я сразу убираю. И даже я, наверное, его сделаю еще круглее. Так, вот приблизительно вот так. У него тоже есть центр вот этот вот пончиковый. Почему такой? Потому что он, ну, неоднозначный, не ровный. Можно сделать вот такой, но это будет прям некрасиво такое. Уж слишком просто. Можно сделать, как вам захочется. Я на улице, как всегда работаю, поэтому у нас тут летают птицы, шумят мопеды и иногда пробегают собаки. Даже гавкают, поэтому все может быть. Вот теперь я рисую плотность вот этому. Этот у меня такой толстячок получился. А этот с таким будет у меня. Вот она розовая глазурь по вот этому краю выходит. И здесь мы его польем такой раз. А здесь вот так. Смотрите, раз, внутрь видно. И изнутри вылезла. Раз. Раз. И изнутри вылезла. И сюда. И здесь мы можем, например, вот так сюда. Оп. Оп. Эти штуки будут белые. Ну, уже вот видите, за счет вот этих вот линий нам кажется, что та часть у нас объемная. А теперь я обвожу все это черным таким лидером. Зачем? Потому что все вот эти вот скетчи акварельные, они очень хорошо смотрятся именно обведенные. Вот эти линии я вижу, да? Вот я обвела. Вот. Ах ты ж. Не очень он хочет почему-то рисовать. Я взяла другой. Так, теперь смотрите. Вот он мой шоколадик. Раз. И сюда вот. Вот он вплотную сюда расплылся, да? Чтобы не получилось. Так что. Так. Теперь отсюда еще. Не обязательно ровно эта часть плывет. Она вот плывет так, как ей хочется, да? Раз. Опять сюда. Дошли. Здесь широкенькую такую часть возьмем. Так. И вот здесь вот у нас еще зальем все шоколадом. Отлично. Ну, гляньте. Так. И верхнюю часть я обвожу. Для кулинарных шедевров не всегда прям важно, чтобы они у вас были четко ровные. Почему? Потому что, ну, это же еда. Она же под линейку не делается, правда? Это тесто. Оно взошло. Пышное такое должно быть аппетитное. Я стерла лишнее. Видите, у меня вот видно такая штука, да? Теперь вот с этим то же самое. Я обвожу. Так. Обвожу верхнюю часть. Раз. Обвожу нижнюю часть. Так. Теперь вот эту часть ввожу, да? Беленько-розовенькую эту. Ну, можем тоже давайте так обвести ее чуть-чуть, да? Раз, два. И сюда. Опа. Так. Вы можете придумать свой рисунок. Я даже буду очень рада, если вы его сделаете самостоятельно. Вот это вообще будет прекрасно. Вот я предложила, да? А вы сделайте такой какой-нибудь совершенно непохожий ваш. Это будет вообще прекрасно. Все. Я убрала лишние части. Сейчас я сдую. И начинаем. Я вот так вот чуть-чуть сюда придвину мои все красочки. Вам видно, надеюсь, все хорошо. А ну-ка. Вот так вот немножечко, да? Так. Смотрите. Начинаем вот с этой булочки. С любой можно начинать. Можем эту и эту сразу две булочки начать. Мы возьмем чуть-чуть коричневатого и немножечко охры какой-нибудь. Вот это вот вполне себе булочный цвет, да? Вот возьмем его. Я просто... Если я вот сюда залезла, ничего страшного. Это шоколад. Он у нас темнее. Поэтому если вы его вдруг зацепите, вообще не страшно. Так. Так. Я закрашиваю булочку мою прекрасную. Пончик. Так. Так. И вот эту часть верхнюю. Вот у меня две части булочки. Теперь смотрите. Там, где они у меня вместе соединяются, там будет немножечко тени. Поэтому я вот добавлю чуть-чуть такого темненько-коричневенького. Раз. И сюда вот у меня там такой тенечек. И вот здесь вот у меня что-то две булочки рядом. Пончика мои. Поэтому я вот их чуть-чуть делаю ближе. Да? Так. Собственно, вот даже пока, наверное, и хватит. Я вам рекомендую положить рядышком салфетку, чтобы быстренько вот это вот все вытирать. Так. Это готово. Теперь я эту булку внизу чуть темней. Сразу даю такой вот коричневый. Просто потому, что у нас снизу, да? Цвет у нас будет с вами вот отсюда. Вот так вот направлен свет. Поэтому эта часть у нас будет чуть более коричневатая. А та будет чуть более светлая. А тут и вовсе прям свет какой-то такой совсем светлый. Угу. Опять не бойтесь. Еда это вообще надо рисовать просто удовольствие. Так. Ну, собственно, готово. Все, две булки у нас готовы. Теперь приступаем к шоколаду. Я вначале вот это оформлю все шоколадный цвет, чтобы он подсох и нам было легче потом засыпать его всяким этим конфитюром и всем прочим. Вот, знаете, я не узнала перед уроком, как называется вот эта присыпочка. Ее вот дети мои очень любят. Но у нас этим пасочки посыпают. Я не знаю, как у вас. Так. Это вкусно. Так. И сразу дальнюю часть темнее делаю. Прям вот чуть-чуть темнее. Угу. Не забываем, что у нас шоколад должен быть темнее, чем булка. Поэтому вот там, где он рядышком с ней встречается, я беру вот самый такой темный коричневый. И не забываем о том, что нам потом нужно будет поставить блики. Для этого я использую белую гуашь. Мы можем сразу их оставлять. Ну, можно и потом. Вот я вот так вот сейчас сделаю. Да. Теперь вот эта часть. Раз. Вот течет. И значит, мы можем уже тут оставить вот этот бличок. Просто, чтобы даже нам приятно было, что он такой у нас есть. Так. Уилетный. Нет, нет, нет. Так совсем не хочем. Сейчас, секундочку. Мы сделаем тише, пока это пройдет. Так. Смотрите. Вот нижние части, которые у вас шоколад, рядышком с тестом, мы его делаем потемнее. Сейчас я включу музычку нашу дальше. Дядя уже нам рассказал все, что хотел. Так. И вот эта часть вот тут вот будет совсем темно, потому что это у нас внутренняя часть пончика. И смотрите, вот отсюда вот неплохо вот таким вот фонтанчиком сделать, пока еще все живое у нас. Тогда оно создает ощущение вот этой вот закруглюшки. Углежки, да. Так, здесь у нас тоже небольшая такая блик, да. Здесь по кругу, по кругу. Здесь вниз, вниз делаем пару бликов. И опять же, вот здесь вот раз, и по кругу. Вот оно у нас вот так рассаживается, и я его вот так и закрашиваю. Когда вы красите по ходу, вот как оно живет, тогда оно сразу уже похоже на то, что мы хотим, да. Как будто представьте, что вы его прям разбрасываете, вот лепите, да. Как бы вы двигали рукой. Так. Еще добавляю чуть-чуть больше шоколада. Больше шоколада. Сейчас. И даю ему чуть-чуть этому шоколадику моему присесть. Пусть он у меня пока поживет. Бликов я еще потом добавлю. Вот эту часть можно вообще еще вот сюда вот так затащить. У нормальных людей еще бывают тоненькие кисточки, и они про них не забывают. И вот так вот еще, знаете, раз. Вот, ну, прям у художников. Если вы тоже такой серьезный художник, возьмите себе еще одну кисточку тоненькую. Она очень помогает вот в этих всех случаях. Я люблю вот одну, и я ее все время рисую. Она мне с тонким кончиком. Но неплохо бы подключать еще и другие кисточки. Так. Вот тут я сделала наблик. А у меня-то тут тень. Угу. Так. Все. Все. Пусть все сохнет. Это вообще надо еще зачернить чуть-чуть, потому что у меня совсем уж темная часть, чтобы было понятно, что это такое. Что у меня тут? Раз. Угу. Террирую, красота. Так. Отлично. Ну, собственно, я думаю, что хорошо. И вот эту вот еще боковиночку я прорисую. Можете не так вот дотошно это делать. Это на самом деле уже мне просто хочется. Я его так делаю. Можно это не придумать. Теперь берем сюда. Здесь у меня, так как свет отсюда, вот тут у меня будут прям кисточку, надо помыть хорошенько. Вот эта часть у меня будет светлая розовая, вот эта темно. Поэтому под темно-розовую я сразу беру. И вот это все тоже замаливаю. Я его потом выложу какой-нибудь белой гуошью. Так. Вот сейчас просто я формирую. Смотрите. Вот этот у меня будет темным, да? Ну, вот где-то аж вот так вот темным. Вот здесь он будет темным, вот эта часть. Потому что он у меня в тени, да? И вот эта часть будет прям темная такая. Так. Есть. Теперь беру более светлую часть. Я просто намочила кисточку и все, немножко водой. Так. И теперь берем эту часть более светлую. Вообще прям просто вот уже почти сухой кистью я это делаю. Вымыла, 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 вытерла, вытерла. И сюда вот, вот такой вот прям светлый прихожу. На самом деле он у меня весь вот розовый, да? Но за счет того, что он там в тени, а тут на свету, я его тут делаю прям хорошо таким розовым. А там вот. По-тому же. Так. И теперь самую темную часть возьму сюда даже фиолетовый и немного коричневатого такого вот. И сюда вот так вот. Раз. Угу. Ну, смотрите, уже прям красавчик. Так, вам, надеюсь, видно? Ну, да, похоже. Так, теперь что мне надо сделать? Мне нужно вот эту часть чуть смикшировать. Поставить блики. Я беру белую гуашь, прям вообще, вот не стесняюсь. И вот эту часть. Прям белая, да? Вот я ее вот так раз. Чтобы он у меня был такой, аж прям лакированный весь. Вот так, красавчик. Вот так можно еще будет парочку таких блячочков. Так, теперь беру ту же самую тоненькую мою кисточку. Эту же белую гуашь. Вот она у меня тут в крышечке. И вот эти штуки, ага, вот эти штуки лучше делать, когда подсохнет. Ну, сейчас я, конечно, сейчас я, конечно, полезу сюда, пока она не высохла. И сделаем. Но лучше будет правильнее сделать это потом. Теперь смотрите, нам надо сделать вот эту присыпочку. Самую прекрасную, красивую. Я возьму опять же мою эту белую, да? И вначале расставлю все блики на шоколаде, обновлю, да? Раз, раз, да, течет? Течет. И вот так. И вот здесь у меня будет, и вот эта вот часть у меня будет сиять. И вот здесь у меня тоже должно быть такая глазурь, прям такая. Угу. Так. Вот так. Можем такие точечки какие-то поставить. Прекрасно. И вот тут вот я тоже. Все, жду. Вот это ждать я, конечно, очень люблю. Все, теперь вот смотрите, блики у меня расставлены. Как мне поставить вот эти вот точечки? Можно взять, проще всего взять гуашь. Она кроющая. Если у вас нет цветной гуаши, вы можете взять любые ваши краски и смешать вот с белилами. Тогда это тоже будет, ну, с белилами имеется в виду вот такие гуашные, да? И вот я розовые, да? И делаем такие просто побольше. Это все должно быть завалено штуками этими. Ах, какие красивые. Дальше моем хорошенько и берем по такой же схеме желтый. Если он у вас смешаный с белилами, он будет яркий. Можно взять просто желтую гуашь, еще проще, да? И сделать желтенький в таких. Раз. Они могут быть навалены одни на другой. И вообще вот не страшно, да? Если у вас одна закрывает другой, это вообще даже правильно. Главное, не жадничать. Навалите побольше их они там, да? И внутрь сюда тоже парочка попала, да? И на блики тоже они ложатся. Так, можем взять какой-нибудь красный, да? А мы можем, чтобы вот с этим сочеталось, взять такой какой-то рубиноватый цвет еще. О, да. Так. Вам, я надеюсь, видно, как это все преображается и становится прекрасным. И смотрите, тоже еще сразу вот так вот пару штук разбрасываем в разные стороны. И они у нас должны смотреть. Да, можно. Так, ну и каких-нибудь фиолетовый и зеленых там, смотрите, уже какой по настроению. Ну, я возьму вот таких вот парочку синь. Не парочку. Нет, нет, нет. Что, парочку? Это же красотища такая. Ее должно быть много. И зеленых. Причем у них зеленый, есть такой вот в желтой крышечке. Но он вот такой вот вообще идеально подойдет. Будет... О! Но это очень сложно в этой работе. Вот самое сложное, это вот эти штучки. Все остальное, поверьте, это вообще ерунда. Так, и парочку зелененьких мы сюда рассыпем. Неплохо взять кисточку и сделать вот тут вот тень. Там, где у вас... Я вообще сейчас в пустую кисточку взяла. Чуть-чуть. Вот так вот. Добавила немного такого коричневого. Вот что схватилось не сильно, а просто вот так вот, что взялось, да? И вот здесь вот тоже. Так. Вот они у нас уже не просто в воздухе висят, а уже не стоят. Смотрите, тоже есть такой нюансик. Мы можем взять немножечко вот тут вот фиолетовенького такого придобавить, да? Чуть-чуть. И вот здесь вот. И этот же вот остаток, блин, буквально вот. Вот так вот чуть-чуточку кое-где подобавлять. Вот это все теперь белые делаем. Ох, эти белые полосочки, красавицы. Сейчас, смотрите. Раз. Я специально для этого взяла гуашь, потому что она у меня кроющая. То есть она будет рисовать по верху всего. И ей не страшно, что там внизу было нарисовано. Так, загинаю, потому что у меня вот здесь вот внутрь пошло. И внутрь оно должно быть более такое розовое, более яркое. А я потом доведу. Так. Это то, что я поспешила. Вот здесь, когда белым обводите, еще такой есть нюанс. Надо под ним тень поставить, потому что она у нас такая немножко объемная. И чтобы вот было по-настоящему, надо ее будет чуть в тень. Так, я сейчас внутрь. Помните, что оно, да, меняется у нас цвет тут. Так, и вот здесь вот у нас такой он стал. Расови больше. Все, теперь уберем тоненькой кисточкой. Бордовой. И рядышком. Я вот так вот раз обвожу. Можно даже с двух сторон. Это будет еще красивее. Это у нас, во-первых, отделит все от кликовых наших. Не забывайте кисточку споласкивать все время и брать красочки. Ну, такой чистенький, да? Так. Все, у меня почти готово. Сейчас уже на минутку. Видите, мы обвели, и она сразу вот так вот стала выделяться хорошенько, да? Угу. Все, красотища. Я подписываю мою красоту и желаю вам всего самого лучшего. Пусть у вас будет больше классных цветных дней. Все, пока.